Врачи первой областной больницы внедряют новый метод диагностики сердечно-сосудистых заболеваний – кальций-скрининг. Процедура бесплатная, безболезненная, а главное, позволяет на раннем этапе выявить ишемическую болезнь сердца, которая по статистике занимает первое место среди причин смертности. Любовь Губина подробнее. Эти белые пятна – кальций на стенках сосудов, а значит у пациента ишемическая болезнь сердца. И если вовремя не начать лечение, то случится инфаркт. Избежать такого страшного сценария поможет новый метод диагностики. Таких высокоскоростных компьютерных томографов всего пять в России. Именно благодаря чудо-технике и стал возможен кальций-скрининг. Он занимает считанные секунды, а дает очень ценную информацию. От количества кальция зависит дальнейшее лечение – либо пить таблетки, либо срочно на операцию. Павел Иванович приехал из Свердловской области. Сердце беспокоит давно и диагностика показала – кальция много. Сейчас беспокоит. Вот у меня боль. Вот здесь грудные клетки. Может от него. Кстати, мужчинам от 45 и женщинам от 55 обследоваться надо обязательно. Вероятность ишемической болезни очень высока. В зоне риска и другие категории. Для пациентов, у которых имеется избыточный вес, имеются вредные факторы, привычки, такие как курение, независимость от количества и типа сигарет. Это повышенный уровень холестерина, низкая физическая активность. Врачи говорят, кальций находят даже у пациентов, которые на здоровье не жалуются. К тому же болезни сердца заметно помолодели. В последнее время встречаются пациенты, которым чуть больше за 20, которые, к сожалению, имеют уже диагноз инфаркт миокарда. Самый молодой пациент, который был у нас, это был пациент с инфарктом миокарда, которому было 18 лет. В ближайшее время врачи проведут семинары для участковых терапевтов и кардиологов со всего юга области, чтобы о возможностях новой диагностики знали даже в глубинке. Врачи первой областной больницы намерены широко внедрять новый метод. И он должен стать таким же привычным, как, например, флюорография, которую все регулярно сдают для диагностики здоровья легких. Любовь Губина, Сергей Жернаков, Тюменское время.